Я читаю из Ветхого Завета книгу Иисуса Новина, глава 2. И послал Иисус сын Новин из сетима двух соглядатаев тайно и сказал, — Пойдите, осмотрите землю и Иерихон. Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому, — Вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю. Царь Иерихонский послал сказать Рааве, — Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю. Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их и сказала, — Точно, приходили ко мне люди, но я не знал, откуда они. Когда же в сумерке надлежало затворять ворота, тогда они ушли, не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их. А сама отвела их на крышу и скрыла их в снопах льна, разложенных у ней на крыше. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, — Я знаю, что Господь отдал землю эту вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли этой пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями амарейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому Отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых Отца моего и мать мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти. Эти люди сказали ей, душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете сего дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину. И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им, идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там три дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш. И сказали ей те люди, мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь вот так. Когда мы придем в ту землю, в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, через которой ты нас спустила, а отца твоего и мать твою и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей дома твоего вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от сей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла. Она сказала, да будет по словам вашим, и отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленую веревку. Они пошли и пришли на гору, и пробыли там три дня, доколе не возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли. Таким образом, два этих человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу, сын Навину, и пересказали ему все, что с ними случилось. И сказали Иисусу, Господь предал всю землю эту в руки нашей, и все жители земли в страхе от нас. Иисусу, Господь. Продолжение следует... Продолжение следует...